28 мая, о господи. 28 мая 2024 год. Опять я по поводу загоризонтных этих варадаров российских, по которым сейчас Украина глупила. Три дня назад, вчера. Это, по-моему, Путина проверяют на слабо, чтобы он там посидел, подумал, тварь он дрожащая или право имеет. То есть он... Я 9... Подожди, какого? 7 мая, по-моему. Важного на самом деле. Там спрашивали меня, будет ли ядеркой работать Россия, применит ли ядерное оружие. Я сказал, что несмотря на то, что большинство людей, которых я слушаю, да, там с авторитетным мнением, я рабочий до мобилизации, меня слушать, как бы, ребята, я просто пытаюсь настроение вам поднять, чтобы вы не куксились. Меня там слушать и строить планы на будущую жизнь, о защите там семьи, дома, блин, совершенно не стоит. Понятно? Развлекайтесь, просто чтобы вы не куксились. Это ни больше, ни меньше. Но тех людей, которых я слушаю, чьи прогнозы сбываются, допустим, этот самый... Агиль Рустам задает это по военке. Рамис Юнус. О, он говорит, что нет, ядерку Путин не применяет. Ну, Рамис Юнус гораздо точнее предсказания делает, прогнозы, чем я. Так что я думаю... Ну, по моему мнению, сгорела хата, горей сарай. То есть вот это сейчас Путин сказал, что там ядерное учение в Беларуси, наши взяли, разнесли этот радар. А этот радар, я же говорю, это глаза, которые говорят о том, стала ли Америка по России стрелять ядерными ракетами. То есть, чтобы вы понимали, насколько это все серьезно, если бы Украина взорвала шахту с ядерной боеголовкой, там, допустим, или там повредила ее, нанесла ущерб какой-то, то это было бы менее опасно для Российской Федерации как государства, чем то, что мы выкалываем буквально в смысле глаза Российской Федерации, когда лупасим по этим радарам. Путина сейчас буквально... А вот там еще по Геленджику начали, блин, что-то прилетать там пытается, ну, там, где этот дворец этого вялого гнома. То есть, его просто на слабо берут, говорят, ну, давай, ты там, как бы, ты там что-то ерепинился, давай, ты заявлял, ну, отвечай за свои слова, либо да, либо нет. Ну, пока сидит, молчит, я не знаю. Все, что он отвечает, это там по эпицентрам он стреляет, да, понимаете, ну, то есть, по гражданским бьет. Но вообще, ну, сейчас надо было же было там, как бы, по этим его, блин, пацанским понятиям, блин, дворовым, блин, что уже как-то надо за радар уничтоженный отвечать. Я просто не понимаю, как он будет поступать. Вот по Америке сразу начнет бить или по Украине? Ядерным вооружением. Ну, посмотрим, конечно. Гражданским в этот момент, блин, надо очень-очень бережно к себе относиться, потому что, скорее всего, он сачкует, блин, нафиг, и я не про сачок. И, блин, нафиг, никуда никакой ядеркой, блин, прямо сейчас не ударит, потому что уже там, сколько, 3-4 дня прошло, ну, как бы, дорога ложка к обеду. То есть, ну, вот, отвязываться, блин, на гражданских, там, лупить по торговым центрам, по базарам, по жилым домам, это он, блин, всегда готов. Посмотрим, в общем, по-моему, это такой точка бифуркации сейчас как раз. То есть, если он ничем не ответит, кроме как дальнейших обстрелов гражданских объектов, ну, значит, начинаем мы, украинцы, работать и атакамцами по территории Российской Федерации, и F-16 можно заводить сюда, и ими уже работать по территории Российской Федерации. Если он, блин, нафиг, моргнет, а, по-моему, уже моргнул, ну, сколько уже, 3 дня прошло после того, как первое РЛС мы там раскорнячили, да, вернее, там еще был в Мордовии какой-то в апреле месяце, ну, там, по-моему, радиосвязь какая-то была, ну, я, ты же понимаете, я сержант, блин, нафиг, я такой знаток, ну, я просто понимаю, что это глаза, которые выкололи Путину 3 дня назад один глаз, сейчас еще один, там, они, десятиглазые эти, 10 этих станций стоит, их можно, в принципе, починить, да, ну, то есть, на какое-то время человек стоит, ослепленное государство Российской Федерации остается, они не знают, что в Средиземном море сейчас американские корабли там делают, может, они уже запустили свои ядерные боеголовки, по этой пляшивой головке, посмотрим, берегите себя, все будет Украина.